Десятки авиаударов по Азов-стали за последние сутки, в том числе с участием стратегической авиации. Таковы данные полка Азов, продолжающего оборону металлургического завода в Мариуполе. Накануне вечером украинские военные заявили, что штурм Азов-стали не прекращается и идет уже три недели после того, как Путин отдал приказ отменить его. На мариупольском направлении противник продолжает блокировать наши войска в районе завода Азов-сталь. И с помощью артиллерийского огня и танков проводит штурмовые операции. Не исключено возобновление бомбардировок дальними бомбардировщиками Туполева Ту-22М3. Пока на окраине Мариуполя войска РФ продолжают попытки захватить Азов-сталь, в центре города пророссийские силы создают видимость праздника. 9 мая 300-метровую георгиевскую ленту можно было, пожалуй, увидеть из космоса. Есть и другая символика — буквы «З» и ставшая мемом «бабушка с красным флагом». Участники торжеств заявляли, что конечная цель так называемой спецоперации — возрождение Советского Союза. Мы идем вперед. С нами Советский Союз. Это по-старому. Мы просто более старшего поколения. А для нас — единая Россия. Все национальности, мы были все 15 республик единых. И вот начинается опять это воссоединение. Я только за ура. Ура, ура, ура. Для оставшихся в Мариуполе жителей минувший 9 мая разительно отличалось от всех предыдущих. В практически полностью разрушенном городе нет ни воды, ни электричества, большие проблемы с продовольствием. Между тем, президент Зеленский в своем ночном обращении к гражданам страны подчеркнул, что теперь и для всей Европы этот день заключает в себе совершенно новый смысл. Обычно 9 мая европейцы вспоминали о цене мира, которую 77 лет назад заплатили все народы нашего континента. Они говорили о том, как предотвратить повторение такой ужасной войны. Понятно, что сейчас все по-другому. В европейских столицах главная тема – цена мира, которую придется заплатить, чтобы остановить развязанную Россией войну. А также цена для России за то, что она снова принесла в Европу зло тотальной войны на уничтожение нашего народа. Глеб Стришко чудом выжил, обороняя другой металлургический завод в Мариуполе имени Ильича. 10 апреля его тяжело ранило осколком снаряда и вдобавок завалило обломками бетонных плит. Он был захвачен в плен и вывезен на территорию России. Однако на днях состоялся обмен 41-го украинца на российских пленных. Сегодня, находясь в больнице в Запорожье, он вспоминает, как все висело на волоске. Но после того, как нас, четырех раненых, погрузили в автобус, чтобы потом отвезти в машину скорой помощи, человек, который вел автобус, сказал нам – дышите, ребята, теперь вы дома. В этот момент я начал очень сильно плакать. У Глеба тяжелые травмы костей таза, челюсти и глаз. Но плачет теперь уже не он, а его мама от пережитого ужаса и от радости, что сын жив. Он держится лучше, чем я. Я уже на грани. А Глеб? Ему тоже тяжело, ему очень больно. Сильная физическая боль. Но мы рады, что его обменяли. И быстро. Нам сказали, что обмен обычно занимает больше времени, чем это. Мы подключили всех, кого можно было. Почти месяц, проведенный в плену, был очень тяжелым. По словам Глеба, охранники не раз угрожали ему, что зарежут. Но теперь, когда самое страшное позади, он строит планы на будущее. Я понял, что если я это переживу, то не имею права умирать. Это значит, что мне все еще есть чем заняться. Что я в свои 25 еще не сделал всего, что мне суждено. Поэтому мне нужно как можно быстрее восстановиться и помочь Украине. Глеб мечтает быстрее поправиться, а потом пройти медкомиссию и вернуться в морскую пехоту, чтобы, если война к тому времени не закончится, продолжить защищать Украину. Продолжение следует...